Голосование по вопросам изменения в основной закон проводится в республике уже второй день. Напомню, указом президента страны Владимира Путина общероссийское голосование назначено на 1 июля. Но участки решено было открыть раньше с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение 7 дней. Одними из первых пришли на избирательный участок по месту работы сотрудники агрокомбината «Южный». Из крупнейшего в Европе тепличного комплекса репортаж Мурата Джанкиозова. Агрокомбинат «Южный» возглавляет список самых мощнейших тепличных предприятий России. Общая площадь территории агрокомбината составляет 144 гектара. Ежегодно здесь производится 50 тысяч тонн продукции. На комбинате работают более 2000 человек. Из них проголосовать за изменения в основной закон страны по месту работы изъявили желание более 800 работников. Участковую избирательную комиссию оборудовали в административном здании в соответствии с разработанными Центральной избирательной комиссией и Роспотребнадзором специальными санитарными нормами, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. На участке строго соблюдается дистанция 1,5-2 метра. Каждому участнику голосования измерят температуру. Кому требуется, выдадут маски, перчатки и новые ручки. Была проведена огромная подготовительная работа, связанная с дистанционным обучением, семинарами членов участковых избирательных комиссий, как себя вести, как использовать средства защиты. То есть были подробнейшие семинары. Далее территориальная избирательная комиссия обеспечила полностью средствами индивидуальной защиты. Это такие средства, как маски, дезинфицирующие средства, салфетки, ручки, перчатки. В общем, в полном объёме всё, что можно было, вплоть до защитных масок и халатов. Передавать документы членам комиссии не нужно. Достаточно показать на расстоянии. Помещение участка регулярно дезинфицируют и проветривают, а все поверхности протирают. Я пришла проголосовать. Ранее я подала заявление с просьбой о том, чтобы проголосовать по месту работы. Так как я живу в Абазинском районе, мне очень удобно, что здесь организовано голосование на месте. И не только мне, и всем сотрудникам, которые пожелали здесь проголосовать. Контроль за голосованием осуществляет наблюдатель, уполномоченный Общественной палатой республики. Подготовка наблюдателей проведена с учётом эпидемиологической ситуации. Все правила по проведению голосования в связи с ковид-эпидемией соблюдены членами комиссии. Наши тоже перчатки, маски, все антиосептические процедуры, которые должны проводиться, каждые два часа всё это обновляется, меняется. И я считаю, что всё это голосование проводится на должном уровне, как это и должно быть. В избиркоме Карачаева-Черкесии ещё раз напоминают, что на участках следует избегать контактов, рукопожатий, по возможности ни к чему не прикасаться и не задерживаться без необходимости более 15 минут. Напомню, проголосовать за изменения в Конституцию до дня голосования можно каждый день на всех избирательных участках республики. Мурат Шанкёзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия.